Всем привет, друзья! Вот, собственно, этот айфон. Я обещал вам вскрыть и показать его. Ну, соответственно, сейчас вы это будете демонстрировать. Я вам буду, а вы будете непосредственно смотреть. Давайте это новое видео. Начинаю. Поехали! Суровые челябинские мужики. Руками разогревают уловы. Ребятушки, жесткий рев. Батя Леша, блин, сейчас пытается. Вроде как нашли. Вот здесь вот в пае на RC. Да не вроде как, а она и есть. Она и есть, да. Вот она. Вот урсинка. Это как раз-таки тот момент, по которому я говорил, что... Да, блин. Она под слот идет, да? Да, она как-то тут подперсунута. Сейчас я ссуну. И японский телефон превращается в телефон мечтый. В китайский. В китайский. Слушай, ну спаивали слот, короче, подпаивали симку и запаивали слот на место. То есть вот такие механизмы они походу... А, не, они все-таки, наверное... Наверное, все-таки подсунули как-то вот здесь. Надо плату снимать. Снимать плату? Да, вот она. Они ее подсунули под свот сюда. Тут три проводочка все равно. Скорее всего, она не перестала работать, а ее вот, блин, порвали. Мы порвали сейчас, в смысле? Нет, это как-то... Нет, она определяется, определялась. Или я потом порвал? Ну, что-то там хвостик какой-то странный торчит из-под нее. Забавная вещица. Все винты ставим. Короче, ребята, винтов тут нет. Батарейка даже не... Вообще не то, что на скотч, она вообще ни на чем как бы не держалась. Так, не надо что-то на суку там распаривать, ребят, и не пошла. И пошла, и не то, что она, наверное, все равно не пищит. Там, наверное, хоть расплавилась. О! Поперло. Зараза, что-то не совсем поперло. Пицца бьет. Ну, на такой температуре пластик термостойкий, он не плавится. А видишь, они же поедли на висках в сплав. А, пожалуйста. Пожалуйста, поедем. На родном китайском диалекте. В общем и целом, друзья, открыли аппарат. Конечно, я пишу уже постфактум. Это какой-то ужас. То есть, китайцы не заморачивали до такой степени, что аккумулятор не прикреплен на... Не то, что на 3М-овский скотч, он вообще никак не прикреплен. То есть, как он вообще внутри, в принципе, не двигается. Но это полбеды. Половину винтов, соответственно, скорее всего, нет. Винты, которые крепежные винты, один винт посажен на клей. То есть, может быть, кто-то его до этого пытался разобрать и сделал вот такую вот пакость. Или я не знаю, зачем это было произведено. Далее. По поводу R-симки вы сами все увидели или увидите. В общем-то, впаянный чип. Попытались его максимально спрятать. Но он здесь присутствовал. То есть, теперь при смене сим-карты, здесь при активации, как бы, когда сим-карта вставлена, нажимаете буковку I и можно почитать код ICC ID, как бы. Если он меняется, то, соответственно, сим-карта у вас, точнее, R-симка, специальный чип для анлока залоченных телефонов, он у вас впаян. Точнее, не впаян, если меняется. Это ICC ID. Если он не меняется, соответственно, впаян. Ну, вот как-то так, друзья. Я не знаю, что делать с этим телефоном, потому что, на самом деле, больше что-то с ним про него рассказывать. Это хороший плеер. То есть, за эти деньги это, безусловно, один из неплохих плееров. Батарейку держит он, ну, скажем так, средняя. Надо заказывать те R-симки, которые есть у меня. Я, наверное, еще сниму дополнительно отдельное видео, чтобы не нагружать вас длительным таймингом. Те симки, которые есть у меня, они непосредственно то ли не подходят, то ли не работают. В общем-то, надо заказывать какую-нибудь программируемую сим-карту. R-симку, которая развлачивает iPhone. Ну, а сейчас он связь видит, но при этом, после того, как он уходит в активацию, он, естественно, не активируется. То есть, посмотрите, друзья, сейчас вот, даже если зайти в основные, в этом устройстве. То есть, видите, да, я пытался вставить симку Tele2. Моделька у нас JA на конце. Это означает, что это японский оператор. То есть, симку он видит, но с теми гивейками, которые есть у меня, он не хочет работать. Что делать с таким телефоном? Отдавать его на доноры, хотя, в принципе, здесь, ну, не знаю, может быть, корпус взять или еще что-то. Либо оставлять для каких-то следующих экспериментов. Я буду принимать решение. Также, конечно же, с удовольствием выслушаю ваше мнение в комментариях под этим видео. Так же бы хотелось отдельно сказать, что, в принципе, нареканий по работе телефона нет. Экран можно поменять, он не такой дорогой. Корпус в остальном практически в идеальном состоянии. Фотоаппарат работает, наушники работают, Wi-Fi работают. То есть, вы видите, да? Ну, как-то, в общем и целом, вот такое вот небольшое, короткое информационное видео для вас. То есть, R-SIM, которая была впаяна, мы выпаяли. Ну, и, соответственно, там немножко пришлось китайцы не... То есть, они специально делают на картоприемнике, на SIM-ридере, они специально делают какую-то небольшую операцию, что при, скажем так, использовании его отдельно без R-SIM-ки получается невозможно. Все подпаяли, сделали, но, опять же, SIM-ки он видит, но не получается работать с R-SIM-ками. То есть, в принципе, если заказать сюда GV-SIM, то есть, SIM-ка, которая развлачивают любые телефоны, любые айфоны от любых операторов, которые стоят там в Китае ждать от одного месяца до трех месяцев смысла нет. В России покупается он там, в пределах косаря 600 у нас стоит. Я думаю, есть ли смысл? То есть, если заказать такую R-SIM-ку, и он будет работать, то есть, это телефон на 64 гигабайта, поменять экран, то есть, и, в принципе, пользоваться, и, по большому счету, горе не знать. Ну, хочется ли замораживать деньги, хочется ли замораживать время, как бы, пока еще не знаю. То есть, посыл был такой, рассказать, что такие телефоны не стоят к приобретению, соответственно, рассматривать, потому что вы слишком много будете заморачиваться по его, ну, то есть, по времени, как бы. Если хотите, если ради экспериментов, то есть, пожалуйста, могу вам отправить там по себе стоимости, плюс там тысячу-полторы, как говорится, накинуть за то, что я заморачивался. Если хотите, пишите. Может быть, скорее всего, я его на Авито, как бы, на органы скину. Пускай, ребятки, молодежь какая-нибудь в качестве плеера, им в качестве, может быть, ютубчик посмотреть или еще что-то, пускай балуются. Как-то так. Большое спасибо, что смотрели данное видео. Обязательно передавайте Алексею привет. Это мастер, который мне помогает все делать. Пишите в комментариях, Олег супергерой. Олег, Леша супергерой или Леша молодец хэштег. Ну, и, конечно же, хэштег мой любимый Дональд Дак. И, как всегда, оставляйте свои комментарии, если хотите, и пишите свое мнение там же, в комментариях под этим видео. Все полезные ссылки, где купить нормальные айфоны, даже восстановленные в Китае на Алиэкспресс, будут также в описании под этим видео. Ну, и чат в телеге и группу ВКонтакте тоже найдете все там. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok